приветствую вас ну давайте наверное сперва я отвечу на ваших вопрос как бы конечно вы имеете право сказать своему мужу о том что вы хотите провести время с ним в кругу своей семьи и так далее имейте как человек вы такое право имеете как личность вы имеете такое право тоже а вот как жена мужчины имеете ли вы право говорить ему что он не должен брать ребенка тогда когда он хочет это делать хотя он этого ребенка считает ну я уверен он считает его частью своей семьи то есть частью себя частью вашей семьи если он так много времени проводит с ним есть подозрение что ваш муж значит испытывает чувство вины перед своим ребенком есть подозрение что он очень сильно очень сильную вину испытывает перед своим своим ребенком вот другой вопрос почему он испытывает это чувство вины это уже другой вопрос более интересный вы спрашиваете все же немножко не об этом вы спрашиваете именно о том имеете ли вы право попросить попросить у твоего мужа не брать значит там ребенка вот на как вы говорите выходные да с ночи с субботы на воскресенье и так далее вот имеете да имеете вы имеете право но только поймите что тот человек подобное высказывает именно про ребенка про своего ребенка воспринимает как то что вы отвергаете его сына не знаете его принимать так как своего и как вы имеете право сказать это правда вот как жена которая любит своего мужа а раз любит значит принимает и его и его ребенка тем более что вы скорее всего знали о том что у него есть этот ребенок вот как женщина вот как женщина любимая женщина и любящая женщина наверное говорить такого вы не должны потому что говоря подобные вещи вы еще раз повторю не принимаете своего мужчину полностью значит значит ваш мужчина с другой стороны опять же имеет полное право поскольку это его ребенок значит взять его себе настолько на сколько он хочет и при этом при этом я понимаю что его основная проблема заключается в том что он вам не уделяет достаточного внимания ваш муж и я понимаю что вы очень много времени проводите с этим вот его ребенком и я понимаю что вам это неприятно но на самом то деле проблема заключается немного не в этом как бы это вот вам не было не было неприятно а проблема заключается на самом деле немножечко не в этом проблема заключается в третье в другом в том что у вас с вашим мужем Поэтому же мне нет чёткого понимания, чёткого осознавания, кто что из вас чего хочет. Так вот, по крайней мере, мне показалось, исходя из вашего сообщения. Вы говорите, имею ли я право говорить ему то, что меня волнует? Да, имеете полное право говорить то, что вас волнует. Мужчина бежит от проблем, не хочет их обсуждать с вами. На это есть две причины. Либо он боится действительно проблемы, тогда ваш мужчина трус. Либо он не имеет достаточно стимула для того, чтобы обсуждать эти проблемы с вами. Вот и всё. И правда заключается в том, что он такой, от него никуда не деться, он вот такой. Понимаете? И вы либо принимаете его таким, какой он есть, либо нет. Значит, имею ли я право на высказывание тех проблем, которые меня привозят? Да, имеете. И, собственно говоря, имею ли я право сказать ему относительно его сына от первого брака? Да, вы можете это сказать. Только в том случае, если мужчина адекватно это воспримет. Вот вот мужчина обиделся. Почему? Потому что перенёс на себя то, что вы ему сказали. А почему он перенёс на себя то, что вы ему сказали? Что заставило его это сделать? Ответ. Неуверенность в себе. Ваш мужчина не очень уверен в себе. Он, по моему мнению, как я увидел в вашем тексте, он просто-напросто не до конца сам понимает вообще, чего он хочет и что ему нужно. У него был один брак, потом у него второй теперь брак. Кстати, брак второй у него гражданский. То есть он, как бы, видимо, старается себя обезопасить, может быть, от того, что у него было в первом браке. Тут уже вам лучше знать этот момент. Но думаю, что ситуация именно такая. Что ваш мужчина, он почему-то воспринял то, что вы ему сказали на свой счёт. Почему он воспринял то, что вы сказали на свой счёт, это уже вопрос к вашему мужу. А вам нужно на самом деле больше думать о себе, а не о нём. Если видите, что мужчина не желает решать ваши проблемы, ну, это означает, что не такой уж он и хороший, не так уж сильно он вам подходит. Простите себя, а зачем вы тогда вообще с ним, и почему вы даёте ему всё, что он хочет. Если вы считаете, что он вам уделяет мало внимания, то, что он, например, берёт своего сына от первого брака на большое количество времени к вам и так далее. То есть вы как бы вот сами на что-то соглашаетесь, вы сами свою позицию определённую устанавливаете, а потом, когда мужчина начинает этой позиции пользоваться и использовать её так, как вот именно он хочет, вам это не нравится, и вы говорите, что вот как так, почему мне мужчина мало уделяет внимания. Так вот, именно потому он и уделяет вам мало внимания, что вы изначально как бы позволили ему это сделать, вы позволили ему изначально уделять вам мало внимания, к сожалению. Вот теперь он вам и не уделяет его так, как вы бы хотели, к сожалению. Что уж с этим поделать. И вам нужно либо своё поведение менять, теперь, то есть как менять, что именно делать. Вам нужно, значит, менять твоё отношение к нему, к себе, то есть говорить, что, например, ты можешь не делать всё, что хочешь, ты можешь вести себя и делать всё, что тебе угодно, угодно, значит, со своим ребёнком, вот. Ну а я, соответственно, буду делать то, что хочу я. И всё. И вы не обязаны тогда ради него делать вот такие вещи, если он это не ценит, и если он не даёт вам отдачи. Но перед тем, как это делать, перед тем, как подобную позицию занимать, вы подумайте, а что изменилось-то по сути? Изменилось ли вообще что-то? Вот, например, с того момента, когда вы только встали вместе жить. Изменилось ли кардинально что-то в ваших отношениях или нет? Далее. У меня вот сложилось, что... Я сложил такое впечатление, что вы прямо вот поставили себя на место его второй жены. То есть, понимаете, формально, да, вы правы. Формально вы правы. Вот формально вы действительно его вторая жена. Формально вы гражданская жена, я понимаю. Но проблема заключается в чём? В том, что вы ведёте себя так, вот в буквальном практически смысле, вы ведёте себя так, как будто вы и по факту вторая его жена. То есть, что это значит? Где-то там, где-то там, значит, за кадром, за кулисами, а есть его первая жена. И эта первая жена, она как бы имеет какое-то вот большое значение для... ну, например, для него. И, соответственно, вы ощущаете, что вы не единственная женщина для своего мужчины. вы ощущаете, и самое, что, печальное, что вы ведёте себя так, как будто вы не единственная женщина для него. Вы говорите, имею ли я право, как вторая, значит, жена, и так далее. Но вы единственная его женщина сейчас. Вторая жена, да, вы только лишь по, ну, как бы это сказать, по хронологии. Вот в хронологичном порядке, да, вы действительно его вторая жена. Но, по факту, вы единственная женщина для него. Так вот, не ведите себя, как вторая жена. Ведите себя, как единственная жена. И если вы чувствуете, что вы не единственная его женщина, так сразу себе вопрос такой задайте. А если я не единственная его женщина, так стоит ли мне вообще с ним быть? Ради чего я с этим мужчиной, который внимания мне не уделяет, который времени со мной не проводит. Вот. А проблем бежит. Так стоит ли мне быть с этим человеком или нет? Вот вы подумайте над этим как следуем. И когда вам будет понятны результаты, когда вам будет понятно, что же вы решили, ну вот, тогда уже можно будет и решить, что делать дальше. А ваш ну вы можете ему сказать. Да, вы ему скажете там что-то и все. Ну а дальше что? Помимо того, что вы ему скажете, вот помимо этого, что дальше стоит менять. А я болею, что ничего. Потому что слова здесь роль играют не такую большую. Не слова здесь нужны, понимаете, Ольга, а действия. С вашей стороны нужны действия. Мужчина понимает только действия. Слова он не понимает. Поэтому до тех пор, пока вы будете разговаривать, а не лишать мужчину его зоны комфорта, условно говоря, да, не лишать мужчину, условно говоря, его зоны комфорта. Вот до этих пор у вас будет такая ситуация, что мужчина будет фактически, ну, пренебрегать с вами и отбегать вас на последнее место. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.